Здравствуйте! В эфире телеканал ЖТСУ. Вы смотрите очередной выпуск программы «Полицейская служба». В телестудии Департамента полиции Алматинской области журналист Антон Хатиновский смотрите в нашем сегодняшнем выпуске. 124 факта нарушения природоохранного законодательства выявили за две недели проведения ОПМ «Браконьер». Сотрудники полиции возбуждено несколько уголовных дел. Очередных несовершеннолетних потеряшек нашли и возвратили родителям стражи порядка. С начала года в розыск было объявлено 6 подростков. Все найдены. В здоровом теле здоровый дух. Полицейские провели очередной турнир по мини-футболу. А теперь об этом и другом более подробнее. В Алматинской области полиция продолжает проводить профилактическую отработку «Браконьер», направленную на выявление и пресечение правонарушений природоохранного законодательства. За две недели в регионе с сотрудниками природоохранной полиции совместно с работниками природоохранных органов выявлено 124 нарушения, из которых 93 факта незаконной охоты, 7 фактов незаконной добычи рыбы, 2 незаконной порубки деревьев, а также более 20 фактов нарушений правил ношения и перевозки огнестрельного оружия. В настоящее время проводится оперативное профилактическое мероприятие республиканского значения ОПМ «Браконьер». Это с 6 января по 5 февраля текущего года. Так, сотрудниками полиции, департамента полиции Алматинской области совместно с уполномоченными органами, такими как оперативная группа по охране животных Алматинской области, с территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира, было выявлено всего за период ОПМ 148 нарушений природоохранного законодательства. Из них возбуждено 4 уголовных дела, привлечено к административной ответственности 142 нарушителя. Во время проведения оперативно-профилактических мероприятий было изято тонна 339 килограмм рыбы, 2 туши косули, 20 тушь птиц, 15 штук андатор. Общий ущерб государству от незаконного браконьерства составило более 5 миллионов тенге. Буквально на днях полицейские задержали браконьеров с крупным уловом. Больше тонны рыбы везли без документов. Нелегальный товар мог попасть на рынки Алматы и Талдыкургана. Задержанный автомобиль практически полностью был забит ящиками с рыбой. Полицейские уже подсчитали ущерб около 4 миллионов. К тому же браконьерам придется заплатить штраф почти в 70 тысяч тенге. То есть здесь у вас судак 490 килограмм, 200 килограмм сазанда, 55 килограмм сом, 130 килограмм лещ, жерик 90 и берж 25 килограмм. Нет, вот 215. А 215, да? 215 килограмм. Напомним, с этого года наказание за незаконную охоту и рыбалку значительно ужесточили. Однако заядлые браконьеры надеются, как говорится, на авось и в корне неправы. Все природные земли взяты под особый контроль и в случае задержания с поличным браконьеров теперь может ожидать достаточно суровое наказание. Природоохранные полицейские в очередной раз напоминают любителям охоты и рыбалки о необходимости соблюдать все регламенты добычи животных и рыбных ресурсов и обязательно получать все необходимые разрешительные документы. Двух жителей области задержали за кражу более 50 амортизаторов железнодорожных вагонов. В качестве подозреваемых в материалах уголовного дела выступают двое мужчин 1964 и 1986 годов рождения, проживающих в Ильейском районе. Полиции установлено, что оба подозреваемых работали охранниками на предприятии, занимавшимся ремонтом железнодорожного транспорта, где в конце декабря и в начале января было похищено 51 штука вагонных амортизаторов. Часть похищенного имущества, а именно 40 краденых амортизаторов, удалось отыскать и изъять в двух пунктах приема цвет мета. Остальное, как оказалось, уже отправили на уничтожение переплавку. Как выяснилось, каждая пружина весит около 40 килограмм. Причиненный ущерб составил свыше 3,5 миллионов тенге. Полицейские также рассматривают вопрос о возможном привлечении к ответственности скупщиков краденого. Чем круче авто и навороченная охранная система, тем проще автоворам вскрыть ее. Сейчас в век высоких технологий охранные системы дистанционные посылают к объекту охраны сигнал, который запросто можно расшифровать и перехватить. Полицейские задержали двух мужчин, которые обворовывали автомашины с использованием специального электронного устройства. Оба подозреваемых, один из них 41-летний житель Алматы, другой 38-летний житель Каскелена, задержаны на днях сотрудниками Карасайской районной полиции. Задержанным лицам инкриминируют пока две крупные кражи, зарегистрированные в октябре 2019 года в городе Каскелен. Обе кражи совершены на парковке одного из местных торговых домов. В одном случае была вскрыта автомашина Lexus, в другом Toyota Prado. Из обоих автомашин похищены денежные средства на общую сумму около 2 миллионов тенген. Подозреваемых задержали на одной из съемных квартир в Талдыкургане. Попал в объектив камеры наблюдения и автовор в областном центре. Водитель оставил автомобиль незапертым и с включенным двигателем, а сам преспокойно отправился в магазин. В течение минуты его угнал 26-летний парень. Его оперативно задержали патрульные полицейские. Как выяснилось, молодой человек ранее уже был суден. Первые нарушители закона, усиливающего ответственность за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, понесли наказание в Талдыкургане. Эти кадры мы уже показывали в прошлом нашем выпуске. Тогда один из любителей ездить под шофе слезно просил прощения и раскаивался. Однако закон есть закон. И здесь, как говорится, исключений не бывает. Талдыкурганским специализированным межрайонным административным судом рассмотрены два административных материала в отношении двух жителей города Талдыкурган. Постановлением суда правонарушителям назначено наказание, арест сроком на 15 суток и лишение права управления транспортными средствами сроком на 7 лет. Напомню, что с января 2020 года вступил в силу закон, усиливающий ответственность за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. В продолжении автомобильной тематики. Среди автолюбителей сейчас тема номер один – это эксплуатация автомобилей, купленных в странах ЕС. В некоторых регионах страны владельцы таких авто выразили недовольство и даже протесты. Вместе с тем, ситуация здесь достаточно неоднозначна. И решить ее не так-то просто. Ранее власти уже боролись с заселением дорог автомобилями с киргизскими номерами, которые не имели казахстанского учета. Что позволяло им безнаказанно нарушать ВДД. Аналогичная ситуация сложилась и сейчас. За 2019 год в Алматинской области случилось 37 дорожно-транспортных происшествий, участниками которых стали так называемые невидимые авто. Транспорт, купленный в странах ЕС и ввезенный в РК без последующей регистрации. Областной полицейский департамент провел анализ всех произошедших в прошлом году аварий и предоставил подробную статистику, согласно которой в авариях с незаринвестированными автомашинами погибли 18 человек. При здоровье в различной степени тяжести получили еще более 80 человек. Эта печальная статистика делает вопрос обязательной регистрации еще более острым, считают ведомства. Причем аспект важен как для горожан, так и для людей, живущих в области. Как решиться эта ситуация покажет время. А пока мы рекомендуем всем автолюбителям неукоснительно выполнять все требования правил дороги. Полицейские помогли заблудившейся в городе пожилой женщине добраться до дома. В Талдыкургане в социальных сетях неравнодушные граждане разместили фото, сопроводив пояснительным текстом, что бабушка, возможно, заблудилась и не может добраться домой. На размещенной в интернете информацию быстро отреагировали сотрудники городской полиции, выехавшие по указанному адресу и отыскавшие пенсионерку на одной из автобусных остановок областного центра. Пожилая женщина оказалась местной жительницей 1942 года рождения, адрес места жительства которой патрульным удалось быстро установить. Сотрудники патрульной полиции Нуржан Костолбаев и Берек Кариббаев доставили заплутавшую старушку домой. Также полицейские выразили благодарность блогеру под ником Талдыкурганец и всем неравнодушным гражданам, вовремя сообщившим от нуждающейся в помощи бабушки. Помогли стражи порядка найти и вернуть домой потерявшихся школьниц. Сообщение о пропаже которых поступило в Ескельдинскую районную полицию 22 января. Моментально были организованы все необходимые мероприятия, а на интернет-порталах выставили фото пропавших. Проведя ряд оперативных мероприятий, полицейские предположили, что девочки могли уехать в город Алматы, куда направляется большинство бегунков. И, как выяснилось, не ошиблись. Сотрудниками департамента полиции Алматинской области при проведении оперативных мероприятий на территории города Алматы было установлено местонахождение пропавших двух несовершеннолетних девочек. Была проведена масштабная работа по розыску, где были привлечены волонтеры и неравнодушные жители района. В данное время девочки в целости и сохранности переданы родным. Другие обстоятельства дела выясняются. Школьниц нашли на съемной квартире и доставили домой, передав в руки родителей. С обеими девочками все в полном порядке. Они здоровы, сейчас они находятся со своей семьей. Детей сразу же передали родителям. Почему девочки решили уйти из дома, пока неизвестно. Это уже не первый случай в этом году ухода подростков из дома. С начала года в розыск было подано 47 человек, 6 из них подростки. Все они найдены и возвращены родителям. На базе спортивного комплекса областной полиции состоялся турнир по мини-футболу среди сотрудников полиции Департамента полиции Алматинской области, организованный следственным управлением в целях пропаганды здорового образа жизни. Соревнования игровых видов спорта наряду с единоборствами проводятся в системе МВД на постоянной основе. Они пропагандируют здоровый образ жизни и повышают физическую выносливость полицейских. Хочется отметить, что все участники спортивного мероприятия проявили достойный дух соперничества, а болельщики увидели множество напряженных и острых игровых моментов. Данные соревнования помогают сотрудникам правоохранительных органов поддерживать спортивную форму, создают атмосферу коллективной сплоченности. В турнире по мини-футболу приняли участие 8 команд. Почетное первое место завоевала команда специального отряда быстрого реагирования, второе – команда управления полицией города Талткургана, третьими на пьедестал почета поднялись сотрудники управления местной полицейской службы. Футболистам, занявшим призовые места, были вручены кубки, ценные подарки и почетные грамоты. На этом очередной выпуск программы «Полицейская служба» подошел к своему завершению. Будьте бдительны и помните, что только сообща, мы сможем навести общественный порядок. Ну, а если с вами что-то произошло, либо вы стали очевидцем правонарушения, либо преступления, незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102, либо по номерам телефонов соседского присмотра вашего региона. Ну, а если у вас есть вопросы по работе полиции, присылайте их на наши электронные адреса, которые сейчас вы видите на своих телевизионных экранах. До следующей встречи в эфире телеканала ЖТСУ. До свидания.